Я бы хотел начать со свежей, с новой статьи «Блумберг». Журналисты пишут о том, что Путин готовит новое наступление, война может затянуться на годы. То, что готовится новое наступление, мы знаем. И ГУРМО, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, об этом сообщает, и западные партнеры, западные союзники, и в прессе западной тоже об этом пишут. Но не такого, что было в прошлом году, в конце прошлого года, когда предупреждали, когда говорили из каких направлений, как это все будет происходить и так далее. Давайте мы попробуем здесь смоделировать ситуацию. То есть, что будет новое наступление со стороны России? Каким оно будет? Ну, то, что новое наступление со стороны России будет, я в этом не сомневаюсь. И об этом пишет не только «Блумберг». Вы правильно совершенно сказали, что об этом пишут все. Все, кто говорит и пишет о том, что происходит в войне, которое Россия развязала против Украины, те, кто просто следит за событиями, все уверены в том, что наступление будет. И об этом достаточно ясно говорит, скажем, мобилизация российских, вот как их называют, чмобиков, частично мобилизованных, ну, так, аббревиатура такая пусть будет, которых и вот порядка 200 тысяч, может быть, чуть меньше, 150 тысяч, это люди, которые находятся в резерве, в резервных войсках, которые, собственно, и предназначены для наступления. Вопрос в том, что эти резервные части нужно, ну, резервных военнослужащих нужно превратить в части соединения, способные вести боевые действия. Об этом мы поговорим чуть дальше, если не возражаете. Теперь политически, политически у Путина, ну, я считаю, есть последний, или так он может считать, есть последний шанс попробовать изменить ход войны. Война во второй половине прошлого года складывалось для России неудачно, мы об этом хорошо знаем, Харьковская область, Правобережный плацдарм и так далее, успехи ВСУ, выход, ну, практически на линию Сватова-Кременная, все это хорошо известно. И если будет еще одно успешное наступление вооруженных сил Украины, ну, тогда Путину придется, ну, как говорят, да, сливать воду, ну, уже прекращать войну, потому что, ну, либо его вынудят прекратить войну какие-то люди из его окружения, потому что вести войну без надежды на победу, или даже без надежды на то, чтобы избежать поражения, в общем, бессмысленно. Это совершенно пустое занятие, обреченное на поражение. Значит, что нужно делать Путину, как, я думаю, там все в Москве рассуждают, значит, нужно каким-то решительным наступлением, где, вот так мы говорим, суметь изменить, переломить ситуацию. Для этого, собственно, и предназначаются вот эти 150-200 тысяч мобилизованных, для этого войну, командовать так называемые спецвоенные операции поручено не более, не менее, как начальнику генерального штаба, а это значит, страна ведет большую войну, потому что, ну, начальник генерального штаба это тот человек, который командует войсками на самом деле, и готовит планы и так далее. Значит, где может быть это наступление? Первое, что бросается в глаза, это концентрация российских войск, в том числе и подвоз, значит, подкреплений и новых частей на протяжении фронта от Горловки до, или точнее от Углида до Кременной, вот примерно на этой линии. Вот, то есть в Донбассе, соответственно, ну, просто напрашивается вывод, что первое, что собираются делать российские войска и российское командование, это двигаться для того, чтобы оккупировать Донецкую область. Такая цель поставлена Путиным уже давно, он от нее не отказывается. Ну, есть сообщения, которые, в общем, выглядят достаточно правдоподобно, о том, что вот до конца марта Герасимову поручено Донецкую область оккупировать всю. Получится у него или нет, я-то думаю, что не получится, но раз такой приказ был, значит, он будет его выполнять. При этом, да, Герасимов устраивает, значит, производит определенные, так сказать, преобразования, требует единоначалия, введения единоначалия полного на практике, а это значит, что все так называемые ЧВК и прежде всего Пригожинская банда должны полностью подчиняться военному командованию, все добровольческие батальоны, которые там так или иначе, значит, вкраплены в российские вооруженные силы, они тоже должны подчиняться именно военному командованию, то есть той иерархии, которая замыкается непосредственно на генеральный штаб и на Герасимова лично. Значит, нужно укреплять дисциплину, не случайно, ну, многие, знаете, так соиздевательски, значит, восприняли приказ Герасимова брить бороды, ну, как Петр Первый в свое время велел брить бороды, на самом деле это, ну, один из символов того, что дисциплина должна быть, военный должен быть единообразен, он должен, значит, с точки зрения российского командования, борода – это признак некой индивидуальности, которая, ну, никак, ну, да, которая никак не позволительно, ну, позволительно вот нам с вами штатским ходить с бородой, а вот военным нужно эту бороду брить, чтобы не выделяться, быть как все, вот как, значит, каждый, ну, там, шарик в бильярде, да, все они одинаковые. Ну, это, так сказать, может быть и немножко так, не слишком серьезно, но, тем не менее, вот показатель того, что, ну, некие, так сказать, элементарные принципы дисциплины, подчинения, единоначалия, Герасимов, видимо, все-таки обозначил, как свои условия при назначении на этот пост. Точно так же, как он, видимо, потребовал, ну, не то, чтобы устранить, а снизить роль Суровикина, передать ему только ответственность за воздушные операции, ну, значит, и ракетные атаки на Украину, и свести его роль, собственно, к этому, потребовал, видимо, может быть, не то, чтобы головы Пригожина, но, в общем, приструнить Пригожина, который его до этого всячески оскорблял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова